А край на Запорожье – опытная станция. Здесь нашли временный приют более сотни переселенцев из зоны АТО. Треть из них – дети. В этом отдаленном уголке города развлечений для них немного. Исправить ситуацию, а заодно показать переселенцам, что запорожцы их не забывают и поддерживают, решили организаторы фестиваля «Круг друзей». Мы, организовывая свои фестивали, мы ориентируемся на места компактного поселения. То есть там, где самое большое количество людей проживает в одном здании, но в прибывших гостей в наш город. Этим летом благотворительный фонд «Улыбка ребенка» провел уже четыре таких фестиваля. Участие в них приняли более пяти тысяч запорожцев и новых жителей нашего города. Именно так организаторы предпочитают называть переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Праздник поднимает настроение и помогает хоть на несколько часов забыть о множестве проблем, с которыми ежедневно сталкиваются переселенцы. У меня двое деток. Я приехала с города Горловки. Приехала в город Запорожье как переселенка. Большое вам спасибо огромное городу Запорожье, что вы нас приняли в праздник, сделали нашим деткам, взрослым. Мы очень рады вам, что вы нам уделяете просто такое внимание. Нашим детям радость такую. Большое вам огромное спасибо. Среди самых популярных конкурсов борьба с умо, лепка из глины и водный тир. Многим настолько нравится атмосфера на фестивале «Круг друзей», что они ездят за волонтерами по всем районам города. С первого дня люди нам пишут в социальных сетях, подходят после праздника к организаторам, говорят спасибо. И очень такой важный момент, что есть люди, которые за нами ездят еще с первого фестиваля. Кто с первого, кто со второго. Вот сегодня тоже есть гости, которые уже к нам приехали пятый раз. В третий раз на празднике друзья Андрей и Алексей. Леша – коренной запорожец, а Андрей переехал из Луганска. Ребята живут по соседству, так и подружились. Теперь не разлей вода. Мы друг к другу домой ходим, пьем чай, гуляем. Простая дружба. Помогаем друг другу. Большинство переселенцев чувствует себя в Запорожье неуверенно, не знают, насколько здесь осели, мечтают вернуться домой и переживают, удастся ли это сделать. В общежитии на опытной станции постоянно происходит миграция. Многие пытались уехать на малую родину, но вновь возвращались, рассказывает староста переселенцев. Много детей, конечно, было больше. Уже некоторые поразъезжались. Куда поразъезжались, я не знаю, может кто-то вернулся домой, им повезло. Но многие остались здесь, некоторые еще до сих пор приезжают, потому что на данный момент, даже сегодня я разговаривала со своей старшей сестрой, она у меня осталась в Гурловке. Очень сильно ложат город. Города практически нет. Организаторы «Круга друзей» надеются, что благодаря таким мероприятиям переселенцы будут чувствовать себя более комфортно в нашем городе, найдут новых друзей и легче адаптируются. Следующий праздник пройдет 16 августа в Южном микрорайоне, а на 5 сентября запланирован общегородской фестиваль «Круг друзей» в Дубовой роще. Елена Назаренко, Константин Грушко, ТВ5.